всем привет сегодня у нас было большое интервью здание зевсом где я отвечал на все его вопросы но также у меня накопился ряд вопросов надеюсь и вам будет интересно и мы записали небольшой blitz коротенький blitz сравни кем ты пришел в navi и кем покинул клуб насколько эти два человека отличаются у там был молодой горячий парень который не знал вообще что такое коммерция или какие-то вообще правильные неправильные действия которые просто верил мечтал и создавал что-то вообще неизвестно и уходил серьезный ответственный мужчина который прошел просто большую дорогу который уже стал чемпионом мира многократным который связан с построением такой большой организации а какое твое самое яркое воспоминание связано именно с navi то есть я понимаю что самое наверное это победа мажор если говорить именно с navi знаешь на самом деле тяжело сказать самое яркое потому что сразу когда воспоминания идут почему-то на первые победы чемпионатов мира но ярких воспоминаний дохрена жека реально и победы на чемпионатах мира и арбалет мураджумашевич какой-то с ним контакт и зеро когда пришел к нам и сказал типа пацаны сейчас нас искать хотят забрать и или или есть выбор строить самим у самим это пипец да только погрубе это вы рассказали мы сказали я помню точно или саня давай сами нами уже 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 много фанатов было тогда по миру это был уже начало девятого года и мы приняли это решение саня пошел строить это блин это победа интернешнл пот и это приход юджин это приход тебя это какая-то вот новая новый формат профессионализма который появился в navi это офисы который был 1 2 3 и вышел на уровень того что все подвал помнишь на шулявке я помню много чего да и это это когда почему почему мне не ему не купили билета всем купили такое а ему такую мы занимаемся этим вопросом в этом это пройденный такой большой этап и блин это счастье видеть то что сегодня есть больше такая арга я связан с ней построением ее я реально очень топлю и даже не знаю ты же не знаешь когда же я тут очень мощно есть какая-то история которую не знает ни один человек со стороны ну вот типа того что рассказал происка например я не знал может есть что-то еще такое сразу тяжело честно говоря сказать я в основном как бы вся жизнь открыта история что даня про себя могу сказать что даня с ума сошел и не знаю кто то знает это нет но мы 2 задач первого чемпионата мира 10 дней ходил на курилку когда мы выходили его там я приходил и 10 дней дал был пацанам что мы выиграем чемпионат мира не знаю почему хотя мы были вообще какими-то там далекими и все и все стояли надо с ума сошел просто какая-то знаешь сработала такая магия сумасшедшая вот реально и пацаны потом поверили вот кстати к слову что надо очень настраиваться и верить это очень важно играется по-другому а ситуация с иска это было то что вспомнилось это то что когда пришли реально пришел саня он залетает в квартиру про как обычно от сами как обычно да у него просто какой-то кипиш он мечется покой по комнате мы сидим там заигрываем праку мы садимся за стол у нас всех ссадит значит так смотрите все короче есть иска они предают нам серьезное предложение то есть все как бы потому что двигаться дальше некуда и скорее всего в тот период уже собирался уходить мурат то есть он недолго был с нами еще должен быть это быть арбалет и вот что делать дальше но неизвестно то есть у нас была зарплата у нас были как бы стабильная финансовая поддержка и вот это вот важное решение которое надо было принимать и саня его очень боялся то есть он где-то одной ногой был типа войска но где-то что-то ему мешало идти и вот это вот начало построения наверно самом деле как клуба официального кокорги чтобы это все регистрировать и было проделана головная работа такое что-то вспомню скажу я думаю что то есть по-любому не она есть у нас тоже пару историй мы не будем их рассказать кто из стафа которых многие не знают сыграл самую значимую роль в твоей в твоей жизни в клубе ты знаешь на самом деле жека иуджин золотарев евгений кахановский мне очень нравится я не знаю сколько он важную роль сыграл мне очень уважаю очень нравится психологу на который сегодня работает глеб я считаю что он очень серьезный профессионал не хочу там без преувеличений как бы да и я считаю что он на своем месте для команды это очень важно вот эти личности и става сыграли роль так остальное но надо подумать еще ты мне тоже задавал вопрос чтобы я хотел изменить там какие решения переосмыслить если в твоем случае тоже отмотать время чтобы ты хотел исправить я бы хотел бы чтобы исправить чтобы ребята в тот период когда у нас была возможность стать номер один и составе с гвардианом и с эйзетом когда мы были номер два и составе да мы были с эликом и симплом вот в двух ситуациях мы нави были вторыми да то есть даже там ставили нас в первой ситуации на первое место в рейтинге но все понимают что мы там проигрываем не было не были по первой команды мира да вот два момента и мне кажется что в оба в обеих ситуациях я общался и с теми ребятами с этими уже спустя время них примерно такие же ощущения похоже то есть не дожали если в 2010-2011 годах у меня была энергия были какая-то вот это вот знаешь заряд вот это какое-то вот это рвение безумно которая тебя прет и тебя нету каких-то вот лишних мыслей которые тебе не дают раскрыться то здесь я уже был эмоционально выгорел эмоционально выгорел на старшину на опыте на каких-то старых дрожжах там на шифров уже был на шифровках да но вот вот эти две вещи которые мне именно что связано с navi обидны потому что мы все старались 2 топ-2 тоже неплохо но ты длительный период было олицетворением клуба и человеком который с которым клуб ассоциировался твое мнение какими вообще качествами должен обладать человек который олицетворяет navi я просто был учил медийным человеком до который постоянно что-то дурачился на мне начинались какие-то смешные разные мемы да я бы и бельмон до до который кстати не как-то этом пересматривали недавно сидели я был капитаном команды которая собственно говоря начал начинала этот клуб и совокупности она так как бы вышло но сегодня я уже понимаю что navi это не может там какой-то один человек и целетворят целый там как бы клуб это клуб уже сам себя двигает потому что это такая машина она уже себя сама несет просто даже круто когда есть люди которые не стесняются и которые идут на контакт с фанами которые себя показываю что клуба огромное количество уже фан база и они нуждаются в этом им надо вот вот наверное вот вот как-то так согласен с тобой хорошо если бы ты сейчас оказался в navi уже не как игрок в какой роли хороший вопрос но это если показался думал наверное как тренер хороший вопрос у меня были такие мысли особенно когда наш первое время когда я ушел ломка после после ломка была безумная по двум состояниям это за игрой и за парнями и за орга вот это вот три составляющие которые меня просто штырили штырила не безумно мне реально было я не понимаю то есть вроде как счастье вот же свобода вот надо я так долго ждал а с другой стороны что-то не то и вот жизнь как бы менялась то пришел момент когда она выработалась какое-то такое спокойствие отпустилась да то есть и я уже начал скучать за результатами за победами я человек это наверное какие-то вещи которые делать сейчас жизни почему-то стремлюсь проекты довела мне нужны результаты я хочу получить и вот здесь navi это я понимаю что там те пацаны с которыми можно было бы прийти собраться и просто поехать там всех бомбить то идти в navi это надо знаешь сказать ребят у там пицца там дела там это занимайтесь я ухожу я ухожу на там год на два и я реально ухожу в counter-strike вот потому что по-другому надо быть фанатикой на флага должна быть стопроцентная отдача 200 процента по-другому ты не выиграешь и ты должен от этого тащиться нужно этого кайфовать должен кайфовать от того что кайфуют пацаны что вы вместе что у вас получается что вы раскрываете что вы видите что все работают да вот если такое будет то наверное я посмотрел бы себя на такую роль кстати кайфовать а ты кайфанул от шоу матча последнего я вот это было такое состояние когда что-то не хотелось играть в counter-strike я играл вот реально я кайфанул я кайфанул от а то пацанова того что прошло 10 лет а все такие же кто-то берчит кто-то что-то это я что-то всех ругаю куда пошел до собираем на добра марик марик ты что-то не попадаешь к человек то вышел знаешь удивительно мы вспомнили тряхнули знаешь молодость а так как бы от counter-strike и самого не знаю мне что последнее время спал от него что-то как-то вообще именно играть именно играть смотреть да вот я смотрю матчи я кайфу я изучаю наблюдаю играть а за молодыми игроками следишь ну соу-соу так не не глава джуниор на видео с никого не знаешь я не я знаю но я глобально не изучать то есть я смотрю какие-то матчи смотрю какие-то игры я вижу что идет прогресс все развивается все меняется мне это очень нравится глобально так а если говорить вообще снг сцене с точки зрения капитанства ты видишь кого-то наследником я не то что капитация могу сказать что снг сцена мне нравится как она растет не вся но мне нравится как спириты прогрессируют гордами гамбиты вообще которые да то есть там были когда еще там год назад там непонятно что и как ну и все постепенно как-то вот что-то набирают казахи там играют там даже к 23 те же там моу мне понравилось там сейзит недавно просто в этом матч жизни просто против навида то есть как бы мне это очень меня это вставляет это круто назови ники действующих игроков нави любых состава вообще как можно больше а это будет сложный вопрос действительно я знаю кс понятно бумаж перфекта там электронник флайме simple blade по доте я только знаю команду в лайду мун эти вот я а ну есть от бой кстати я понимаю поигрывает а я не поигрываю я познакомился просто с этим парнем он из харькова он достаточно мне понравился слову как человек очень как чувак и мы как-то с ним так закорешились я немножечко но способствовал ты знаешь что пытался чтобы он был в нави и сегодня он в нави и неплохие просмотры кстати как бы там нормально идет движение этому очень рад все брать буду ей на ёжик есть нету хорошо да не где непосредственно яма она мираже видела ребят я вам скажу так даня может я могу показать много где когда ты окажешься перед сидом что-то ему скажешь я с ним устрою очень классное интервью это будет завтра кудра часа кудла ним вообще андаль спасибо тебе за время было огромное империю друг у друга да большой привет ребята пальцы вверх за всеми скучаю но я рядом и болеем за нави я хочу чтобы реально да мы поговорили по поводу 30 сейчас это нереально я не тренер я рядом все энергии с вами из команды спасибо все голы бра все давай